Ты сказал о классической схеме Кюблер-Росс, о переживании потери. Но травма — это и есть потеря. Потеря какой-то целостности себя, потеря какой-то картины мира. И первая стадия — это шок. Шок. Ну вот, или другими словами, это отрицание. То есть человек замер. Что-то происходит, что-то непонятное, я растерян. Вторая стадия — это гнев. Вот классическая схема, она пятиступенчатая, да? То есть гнев. Я подам суд на этих врачей-убийцах, я всё-таки найду этого обидчика, я его замочу, подстерегу, да? То есть это хорошая стадия. Она показывает, что человек от ситуации замри, он переходит в ситуацию бей. То есть он готов действовать. Пошло какое-то действие. И важно, чтобы человек проживал вот эту всю схему, но, возможно, не доводил, допустим, свои агрессивные умыслы до того, чтобы наказать обидчика, ну, особенно так, чтобы это не привело к последствиям, да? Но чтобы человек мог каким-то образом это выплеснуть, да? Вот агрессия. И когда человек выходит из депрессии, человек злится, обычно говорит, «О, ты злишься? Отлично!» Это признак того, что депрессия пошла на спад. Вот агрессия. Следующая стадия — торг, стадия торга. А может быть, если так, а всё-таки как-то, а вдруг если бы… Стадия торга означает, что у человека, кроме эмоций, включается интеллект. То есть теперь интенсивность переживаний в какой-то мере пошла вниз, а мы знаем, что когда переживание человека захватывает, его интеллект не работает, интеллект там стремится к нулю. То есть торг — это означает, что интеллект тоже включился в дело. И вот потом следующая стадия — это депрессия. То есть это депрессия в том смысле, что это печаль по утрате. Печаль. И если мы помним симптомы депрессии, очень кратко, да, что депрессия — это у человека есть и физическое истощение, эмоциональное, и интеллектуальное. То есть это буквально, да, человек должен теперь опять немножко как бы замкнуться в некой раковинке, должен побыть внутри, и чтобы теперь принять это событие, принять эту утрату на всех уровнях, и интеллектуально, и эмоционально, да. И в это время не надо ничего делать, потому что внешняя активность как раз прерывает этот процесс. Поэтому вот то, о чём говорил Михаил, да, что есть у человека шок, не надо его прерывать, да. Человек злится, не надо прерывать эту злость, может быть, ну, сберечь человека от каких-то необдуманных действий. Ну, пусть человек, да, позлится, не знаю, полупит эту подушку там, допустим, руки разобьёт об стену, но как-то выплеснет злость. Он будет торговаться там, говорить какие-то безумные идеи, что мы вот сейчас, а вот это, а вот если мы там проведём волшебный ритуал. Кстати, ну так, в сторону отвлекось, есть вот это, как оно? Магическое восприятие. Друг, да, эти друзья и ученики Григория Гробового. Помните этот громкий процесс, когда обещали вот этим несчастным женщинам, потерявшим детей и в Беслане, и потом матерям военнослужащих, что типа платите нам, и мы вернём ваших детей. Вот это стадия торга, когда какие-то, вроде интеллект включился, но ничего до конца не работает, что можно что-то сделать, мы сейчас найдём какой-то ход, чтобы это событие откатить назад, как-то обыграть, чтобы последствия преодолеть. Вот они как раз на этом этапе действуют. Что, да, пусть у человека будут безумные идеи, но мы, по крайней мере, наша задача здесь, опять же, не мешать человеку поверить в это, поддержать, ну, не дать потратить деньги. Депрессия потом, окей, человек из депрессии, не надо вырывать человека из депрессии, не надо говорить, типа, там, да забей, забудь, да что там. Человек должен оплакать своё горе, оплакать, потому что после того, как слёзы прольются, это как раз то, что очищает эту кровоточащую рану внутри. И потом наступает, наконец-то, принятие, да, новая реальность, новое восприятие себя, мира, других людей, что да, это произошло, и с этим можно жить. Мы идём дальше.